На третьем этаже в красочной рекреации Захаровской школы в непринужденной обстановке собрались люди, которые так или иначе связали свою жизнь с образованием. И, конечно, все они хорошо знакомы с гильдой БОТ. С приходом ее резко выросло стремление детей изучать иностранный язык, интернациональное воспитание. Ведь наши учителя были в Германии, вот я ездила устанавливать контакты, нас трое было. К дружному коллективу школы присоединилась и глава сельского поселения Захаровская Мария Матылева, которая просто не смогла не прийти, чтобы не выразить слова поддержки такому удивительному и почитаемому человеку, как гильда БОТ. Гильда Александровна БОТ – это целая эпоха в Иденцовском районе. Она воспитала такое количество педагогов, руководителей школ. Она воспитала целые династии, как, например, в Захаровской школе – это династия Шутиковых. Поэтому я считаю, что гильда Александровна БОТ в первую очередь достойна того, чтобы стать почетным гражданином Одинцовского района. За чашечкой чая шло бурное обсуждение успехов и достижений заслуженного педагога. За 35 лет своей профессиональной деятельности в Иденцовском районе гильда Александровна завоевала абсолютный авторитет, как у педагогов, так и у руководителей учреждений. Мы все, очень многим обязаны гильде Александровне. Лично я стал директором. Она потом курировала меня, помогала, советовала, продвигала по жизни. Помогала школе, естественно, очень много. Помогала моему брату Андрею Петровичу. Он стал директором Пушкинской школы, которая была организована здесь. Вот сейчас Ольга Владимировна великолепно исполняет обязанности, работает директором Пушкинской школы. Поэтому и брату моему помогала, моим детям помогала, учителям помогала очень много. Она была очень требовательна к себе и требовательна к остальным. Всех присутствующих переполняли эмоции, и каждый хотел рассказать о чем-то своем. Одним гильда Бот помогла занять хорошую должность, а другим приходила на помощь в личных вопросах. Жизнь проходит, и встречаются на твоем пути какие-то люди, да? И забываются. Одни, другие. Ну, встречаются и встречаются. А вот такие, как гильда Александровна, которые одухотворяют тебя правильно, это очень большая удача. В Захаровской школе гильду Александровну знают все – и педагоги, и ученики, и родители. Поэтому неудивительно, что инициативу главы района о присвоении ей почетного звания первыми поддержали те, с кем она начинала работать. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинсова».